Национальному объединению все никак не имется. И снова эта партия так и ищет, чтобы еще такого гадкого сделать тем, кто говорит и думает на русском языке. При этом сейчас они нашли себе союзников в лице депутатов от объединенного списка и протащили очередные поправки к закону о предвыборной агитации, осуждающей использование русского языка. Согласно поправкам, принятым к рассмотрению Сеймом, предвыборные дебаты будут приравнены к агитации. Тем самым предвыборная агитация в таком расширенном прочтении, включая дебаты, может осуществляться только на государственном языке. За передачу этих поправок в комиссии проголосовало и новое единство, обеспечив их принятие. Судя по всему, депутаты от премьерской партии явно надеются понравиться национально думающему электорату в преддверии выборов. Ведь не зря же их кандидаты в евродепутаты отказались от участия в дебатах на русском языке, которые планировала организовать ЛТВ. Именно в итоге, под давлением национально озабоченных, от этих дебатов телеканал отказался. И сливки за все за это, естественно, достанутся национальному объединению, которое всерьез рассчитывает получить первое место на выборах Европарламента, утерев нос новому единству. А значит, не исключено, что будет новый передел коалиции, и националы смогут снова вернуться в правительство, где продолжат выдавать свои антирусские инициативы. Ну а пока этот законопроект еще только в стадии рассмотрения, предвыборные дебаты, как я уже говорила, на русском языке отменили. Поклонники националистов у нас везде. Именно поэтому важна ваша активность на предстоящих выборах и ваши голоса за шестой список. Я, Инна Дьере, лидер списка партии Центра, заявляю, что в Европарламенте этим националам нужен противовес. Я не побоюсь сказать им открыто, что это именно они губят Латвию, разжигая рознь своими инициативами. И всех, кто так считает, я призываю прийти и поддержать нас на выборах 8 июня. Наш список номер 6. Партия Центра. Центра партии. Центра партия.